Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Ону, приходя Иисус, видя человека, сидящего на мытнице Матфея Глаголема, и глаголы ему «по мне гряди» и восстав по Немыде, и бысть ему возлежащу в дому, все мнозимы три грешницы, пришедшие возлежаху с Иисусом и соученики Его, и видевши фарисея глаголах учеником Его, почто смотри, грешники, учитель ваш яст и пиет. Иисус же, слышав речеем, не требует здравия врача, но болящие, шедше же научитесь, а что есть милость их, а еще не жертвы, не придох бы призвать и праведники, но грешники на покаяние. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня пятница, 6 апреля. Сегодня мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 9, с 9 по 13 стих. И сейчас давайте с вами откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти строки и послушаем, как звучит сегодняшнее Священное Писание на современном нам языке. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего в сборе пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мутрии грешники пришли, возлеглись с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, для чего учитель ваш ест и пьет с мутриями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Такие в английские строки сегоднястая церковь предлагает нам. Сегодня мы видим, как апостол Матфей, евангелист, пишет о своем призвании. И апостол Марк, описывая это событие, напоминает его другим именем. Ливей. И, в общем-то, по той традиции иудейской, что человек мог иметь несколько имен. А Матфей здесь упоминает себя, то есть вот так вот четко, без какой-то утайки. Говорит, что да, вот действительно в Капернауме был один из моторей по имени Матфей, который, в общем-то, люди знали. И вот это, в общем-то, я и есть. Почему это здесь важно упоминать? Или тут надо вспомнить, кто таким моторей, какое отношение к ним было со стороны людей. Это были сборщики налогов, работали на Римскую империю. Буквально выкупали власть у Рима собирать вот эти денежные пошлины. Собственно, ставилась задача собрать вот столько, столько-то, столько-то. А как вы это соберете? Сколько на самом деле вы с людей возьмете? Это, в общем-то, оно и не важно было. Главное, вот столько в казну Рима нужно было отдать. И вот, имея власть, часто имея какую-то вооруженную охрану, эти люди ходили по городам и весям, и зачастую обирали своих соплеменников. Но почему человек вообще обирает кого-то? Почему он забирает больше, чем нужно? Из очень простого желания обогатиться. Как-то жизнь свою таким образом устроить. Знаете, вот эта беда в человечестве, она была, есть и, наверное, будет до самого конца. Это желание иметь гораздо большее, чем ты на самом деле заслуживаешь или зарабатываешь. Недовольство тем, что у тебя есть. Попытка как-то так вот лукаво и хитро устроиться в жизни, чтобы не трудясь все-таки получить что-то большее. И вот матерей, собственно, этим грешили. Люди их за это не любили, ненавидели, где-то боялись, где-то презирали. А то, что они работали здесь на язычников, это дело и в глазах соплеменников вообще, знаете, самыми последними существами. Вроде бы ты иудей, ты представитель богоизбранного народа. Как ты можешь? Как ты можешь вот так вот поступать? Ну, власти не имели они здесь как-то воспрепятствовать матерям. Хотя, возможно, где-то, может быть, какие-то и гонения матерей возводили, где-то, может быть, их даже убивали. Но, собственно, так за ними стояла власть, то все это всегда кралось очень жестоко. И вот Господь в Капернауме, проходя мимо этого места сбора пошлин, то есть туда, видимо, куда люди сами должны приходить в эту налоговую полицию и отчитываться в своих каких-то доходах, делиться с Римом. И вот увидел человека там сидящего. И вот Матфея пишет, что да, это был я. Это тот, которого люди знали, не любили, презирали. По имени Матфея. И говорит ему, следуй за мною. Читая Евангелие, мы с вами можем сделать вывод, что весьма нечасто Господь вот так вот звал конкретно человека за собой. Почему так? У него разве был какой-то такой вот особый подход, особо избранные только могли быть за ним. Но здесь, знаете, и да, и нет. В общем-то. Господь всегда смотрит в сердце человека, смотрит в его потенциал, что может человек сделать. И вот это вот особенно ценно для Господа. Человек в данный момент действительно может из себя ничего не представлять. Но в нем есть свойства, которые он, пусть и им пока не пользуется, но они при правильном отношении к этим свойствам могут быть развиты, сделать его действительно прекрасным, сделать его служителем Божиим. И вот Господь в виде Матфея понимает, что вот этот человек вот действительно может стать апостолом, может быть стать тем, кто пойдет в народы проповедуя Христа, распятый и воскрешившего. Он может стать тем, кто однажды напишет эту Евангелие от Матфея, читая, который мы с вами можем идти ко спасению. А вот тогда это был один из самых презираемых людей, причем презираемых за дело. Это тоже очень важно понимать. Но все-таки в душе было гораздо больше хорошего, нежели зла. Господь понимал, что если ему дать помощь, дать им возможность покаяться, то он эту возможность примет. Этим, кстати, объясняется, таким подходом Бога, то, что, знаете, вот часто мы, наверное, общим даже бывает, как-то рассуждаем, что почему Господь того-то, того-то терпит? Вот вроде бы такой негодяй, вот как же так? Почему вот Господь там не уберет его? Ну вот один из ответов на такой вопрос такой, что все-таки видим в человеке что-то есть то, что один Бог видит и ценит. И вот это что-то хорошее действительно, но может быть используемо человеку. А может быть и неиспользуемо. Это тоже очень важно понимать. Ведь Матфей тогда мог отказаться, сказать, что да нет, не пойду я. Ну куда я пойду с тобой? Вообще-то у меня работа вообще, я на работе нахожусь. Мне надо столько-то еще денег собрать, мне отчетность. Мог. И, в общем-то, я стал с собой. А вот тут нет, тут встал и пошел. Встал, после за ним оставил все, оставил свои дела. Вот в мгновение для себя сделать этот выбор. Слышал на Христе кто он такой? Конечно, слышал. Потому что здесь уже весть о Иисусе, она все больше и больше распространялась по идее. Уж Галилея точно была наполнена разговорами. Понимал, зачем зовет его за собой Иисус? Чтобы сделать его учеником своим. Понимал он ту разницу между своей жизнью и с теми словами, которым Господь хочет. Конечно, понимал. Но, видимо, вот это желание все-таки жить по правде, жить по-честному, оно в нем было, и он его использует. И вот это то, что он встал и пошел, это, знаете, он встал из этого рова, из болота греха и пошел, отказавшись от всего своего прошлого зла. Вот оно покаяние. В этом плане Господь ведь, в общем-то, всех зовет. Говорит, что пойдемте, да придите ко мне все, труждающиеся, бремененные. Но отойдет Господь только тот, кто желает от этого бремени, тяжкого грехов освободиться. И мало услышать призыв, надо встать и пойти. Вот Матфей встал и пошел. Встал апостолом. И уже исполняется этой радости духовно, что он становится учеником Христа. То есть, видимо, от радости и пир у себя дома какой-то вот такой вот устраивает, чтобы отблагодарить. Не то, что там вот он, видимо, был любитель как-то попершествовать. Нет. А именно вот знак благодарности. Тоже очень важное свойство благодарности. Видимо, что туда собрались многие его знакомые. Ну, как здесь он сам пишет, многие материи-грешники. Но грешниками, естественно, людей называют не потому, что осуждает их. Нет, сколько люди другие считали этих людей грешниками. Чурались как-то, их презирали. И вот эти люди, видя, что вот так вот Господь милостиво поступает с Матфеем, и они считают, что, может, он и нас не отринет. Может, и для нас найдется где-то место рядом с ним. Это очень важно. Ведь как бы человек ни жил, всякому человеку очень хочется, чтобы вы поняли, приняли, простили, знаете, обогрели вниманием и теплом. И вот здесь не видят, что вот пришел тот, кто действительно их готов принять целиком полностью, всеми их плюсами и минусами. Ну, видим, что это вот очень сильно здесь раздражает фарисеев. Причем они начинают не Христу впрямую говорить, ученикам его, как бы, знаете, так вот, не решаясь, видимо, так Иисусу заявить о своем несогласии, но все-таки желая очернить его имя перед учениками. Говорят, что как так учитель ваш ест, пьет с мутыремя грешников? Это же просто, ну, вообще ни в керамки не входит. Совсем. Это ведь жуткое состояние. С грешником поел, ты такой же точно стал. Господь же, услышав это, сказал, нездоровые имеют нужду вы врачи, но больные. Вот вы себя считаете здоровыми. Вы считаете, что души ваши целые, здоровые, что грехов у вас нету. Вот вы во мне и не нуждаетесь. Вам спаситель не нужен совсем. Вам и спасение не нужно. Вы самодостаточны в своей горделивой такой спесе. А вот они вот, они больные душой. Им хочется помощи, хочется прощения, утешения. И вот ради этого они готовы действительно по-настоящему изменить свою жизнь. И вот для них-то я пришел. Да, то есть вот к этим вот больным. Конечно, да, здесь что здорово, что больные, это надо в духовном смысле поймать и слава. Подейте и научитесь, Господь говорит, что значит милости хочу, а не жертвы. То есть милость, сердце мило еще вот для Бога, что важно, нежели те жертвы холодные, которые человек приносит, знаете, как некую обязанность. Скажем, вот как и фарисе учили, вот обязан заплатить, там, действительно, ну все заплати, все, и ты вроде пред Богом уже свободен и чистый, и не должник. А что эти в сердце вроде не важно? И вот Господь говорит, что нет, не так. Богу важно сердце, важно то, с чем ты к нему приходишь. Ну и да, последние слова. Пришел призвать они праведников, но грешников к покаянии. Потому что праведники Богу не милые. Но вот эти люди, себя считающие праведниками, отгрудь свои, конечно, да, им Господь не нужен, и они с Богом быть не могут. Вот такой Евангелий сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, главу 9, с 9 по 13 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневных, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!